Всем привет, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас на своём канале! С вами Борода, это Assassin's Creed Восстание, и сегодня мы с вами займёмся тренировками наших ассасинчиков. Ну что ж, отправимся в тренировочную комнату, и давайте прокачаем пару-тройку наших героев. Так, Агилар, Тарик заняты, естественно, я знаю, где они заняты, они находятся в отведённых для них комнатах, поэтому давайте начнём с Максима, наверное. И, нет, стоп, не с Максима. Начнём мы с Касима, вот с кого мы начнём, потому что он у меня редкий, и я хочу его изучить. Так, улучшить. Хорошо, поехали, мы сможем поднять его на один уровень. Так, а если это ещё закинем? И вот это ещё закинем, и вот это ещё закинем, и ещё закинем, и мы выкачаем его на максимум! Да ладно! Поехали! Так, ребят, 10 минут, и мы выкачиваем Касима просто по фулу. Можем ускорить за 2 единицы ДНКшечки, и, конечно же, я это сделаю. Камон! Всё для вас, друзья, всё для вас, мои хорошие. Хорошо, забираем. Так, первый. С первого на четвёртый я выкачал его на максимальный уровень, который доступен на данный момент. Характеристики со 159 улучшаются на 203, со 43 атаки на 55, с защитой 57 на 69, изготовление из 17 на 22, обучаемость с 3 на 4, что, по сути, является максимальным, если я не ошибаюсь. Лок из 36 на 46 и скорость получения добычи из 12 на 15. То есть шансы, ну, просто невероятные. Хорошо, мы получили возможность. Так, а теперь мы можем... Так, это улучшение зала. А где улучшение звёздности? Слушайте, он, смотрите, Косима даже здесь больше нету, потому что я выкачал его на максимум, и теперь я не могу ничего с ним сделать. Так, Максима показывает, что у меня есть... Так, найти кодекс, это немножко не то, наверное, да? Да, это не то, что нам надо, это кодексы по улучшению уровня. Нам нужно сейчас улучшить его звёздность, и нужно отправиться, чтобы это сделать. Так, изменить назначение. А можно ли отсюда... Надо вытащить. Значит, ладно, давайте вытащим Агилара с комнаты. Так. Удалить отсюда Агилара. Давайте, кого мы? Мы, Каспара, можем сюда поставить? И Изабеллу, в принципе... Ага, здесь только одного, хорошо. Тогда поставим сюда Изабеллу. Она у нас всё равно нигде не задействуется. А так я смогу сейчас спокойненько потренировать Агилара. И поднять его. Я надеюсь, мне хватит, чтобы поднять его до четвёртого. Ай, отлично. Прям смотри, впритык. Тютелька в тютельку, ребят. Давайте тратим ещё две единицы. Так, забираем Агилара. И я хочу сравнить, насколько он... Ну да, он намного слабее получается. Смотрите, у того 50 атаки и хпшечки там уже за 200. Зато обучаемость у Агилара 25 единиц. Представляете? Вот делайте выводы. То есть каждый по-своему хорош, понимаете? Тот герой чем-то хорош в одном. Второй герой чем-то хорош в другом. И третий ещё в чём-то, понимаете? То есть нельзя сказать, что вот один герой, он крут во всём, а все остальные говно. Нет, так не бывает. И каждый герой всё-таки хорош, действительно, по-своему. Я хочу сейчас, ребят, у меня у Максима, у меня у него достаточно, достаточное количество ДНК-фрагментов для того, чтобы повысить его звёздность. И сейчас я сделаю с одной звезды две звезды, понимаете? Так, поехали. Ну, что такое? И это просто достигнет уровня 6, откроется за... Ай, камон, карамба! Я не могу, сейчас недоступно, понимаете? Я уже собрал нужное количество ДНК-фрагментов Максима, но я не могу повысить его звёздность из-за того, что я не достиг нужного уровня. Да ладно, ребят, ну это же нечестно, это просто несправедливо. Я не знаю, остались ли у меня ещё слитки, чтобы улучшить уровень. Всего-то смогу улучшить до второго, дальше у меня просто закончился опыт, как вы видите. Но, тем не менее, второй это тоже неплохо, за 100 монет мы его потренируем. Ускорять я его не буду, потому что это всё равно стоит... Ну, ладно, это стоит одну единицу. Но это закончится через две минуты, поэтому не вижу смысла что-либо делать. Ну что, вот такой вот небольшой ролик по улучшению. Следующие ролики с улучшением будут не скоро, потому что я хочу накопить намного больше слитков, намного больше урывков и намного больше фрагментов ДНК, чтобы сделать сразу, знаете, такой большой, жирный и вкусный ролик. Если вам понравился этот и вы ждёте следующего, то вы знаете, что нужно сделать. Лайки в описании.